Субтитры создавал DimaTorzok Соломон Михайлович был так занят работой в театре и общественными делами, что не успевал вникать в то, что происходит дома. О том, что Нина учится на третьем курсе театроведческого факультета, Михайлович узнал случайно. А потом вдруг попросил дочь позвонить директору еврейского театрального училища. Директор пригласил ее прямо на экзамен. Там ей, никогда не учившейся музыке, пришлось петь и танцевать в разных ритмах и стилях. Нину приняли сразу на второй курс. Нина Соломонна Михайлович, работавшая с нами много лет, и для нашего театра она сделала очень много, потому что мы просто благодаря ей вообще смогли открыть театр в наш Таранбас. Прежде всего говорят, что она дочь прославленного режиссера Соломона Михайловича, знаменитого актера, газета. Конечно, это так и есть, но на самом деле для тех, кто ее знал, Нина Соломонна прежде всего очень чуткий человек, талантливый режиссер и педагог. Она была удивительно скромной, удивительно живой, она была всегда очень естественной, искренней. Рахиль Тарантас, хозяйка театра, театрон Тарантас, небезызвестный. Расскажите пару слов о театре, о его создании и о фестивале, который у вас уже не первый. Да, совсем не первый. Создание. В общем, мы начали работать как театр официально с благословения Нины Соломонна Михайловича, потому что довольно такая забавная была ситуация. Когда мы пришли как-то просить поддержку, нам сказали, ну вот если про вас кто-то написал, а мы как раз ехали в машине с этим человеком, с начальником. И, ну вот, например, Нина Соломонна про вас написала. Мы подъезжали к Таханне Мерказит, я говорю, Саша, сбегай к Нине Соломонне. Мы ей сразу позвонили, вот Нина Соломонна, нам нужно письмо. Она говорит, конечно, ребята, о чем вы говорите. И Саша пришел, и это такое большое впечатление произвело начальника, что нам сразу как бы стали давать поддержку. И сказать, что она вот поставила нам два спектакля, я не могу, потому что все, что у нас с нами происходило, она всегда была в курсе дела. Мы все обсуждали. Весело и оживленно на большом широком дворе Бенни Рафаловича. Жизнь там начинается с раннего утра. То и дело мелькают люди. Одни входят, другие выходят. Чаще и громче других мозг, особ раздается крик. Хоцмах! Хоцмах! Кто он такой этот? Хоцмах! Так что ж ты стоишь, как нищий на богатой свадьбе? Иди-ка сюда. Ты уже куришь, а еще не куришь. Но папаша твой курит. Братья, черт бы их батьку взял, курят. Ну, значит, ты можешь принести мне папиросы? Первый день фестиваля у нас прошел с Татьяной. Актрисой. Потрясающая актриса. Мы хотели бы с ней ближе познакомиться. Расскажите нам о себе. Спасибо. Я училась в театральной школе Бэйцви в Израиле. Вот у Нины Соломона Михоэлса, который был вечер, который мы сейчас проводили. После того, как я закончила, я стала делать моноспектакли. Пять из них поставила Нина Соломоновна. Остальные я работала другими режиссерами. Кое-что делала сама. И вот эти моноспектакли идут на двух языках. На русском и на иврите. Я езжу по Израилю, по России, Украине, Риге, там, всяким разным странам. Вот такой бродячий маленький театр. Это вас Нина Соломоновна вдохновила именно на такой проект? Я ни за что бы не осмелилась, ни на что подобное, если бы не ее благословение, поддержка. И, в общем, не только моральное, потому что она действительно поставила мне мои первые спектакли. Несколько, и только тогда я уже немножко осмелела и стала как-то вот уже сама как-то двигаться дальше. Если бы не Нина Соломоновна, я бы, конечно, никогда бы не отважилась на такой шаг. Рудольф скакал рядом, Бог благословляет нас, а не спешились. Куда же мы? Разве теперь наши души не соединились? И я очень стеснялся ее, вы же понимаете. Но, тем не менее, пришел к ней показаться. Уже будучи актером, показался там. На иврите прочел монолог Макбета. Это было очень смешно, она смеялась. Хотя ничего смешного-то нет. И так мы стали дружить. Она, да, когда я показывал этого Макбета на иврите какой-то команде, где я должен был играть, и потом играл в спектакли, они говорят, все хорошо, темперамент, заразительность, но только о чем речь? Что он прочел? Ни одного слова они не поняли моего иврита, моего страстного монолога Макбета. Одевайтесь как... Как дурында! Что значит дурында? Что значит дурында? Вы могли подумать, что это не от возраста у меня, а мне, может быть, туфли жмут, вы это могли понять, нет? Туфли жмут? Да, представьте себе, новые туфли. А зачем вы их это самое? Что? Купили такие маленькие, надо было купить больше. Ну, надо было дурень на два размера, больше выдругих не было, последние были. Другие-то там были кроме... Ну, другие, они же другие. А посмотрите какие, вот видите, вставочка лаковая. Слушай, ну я не думаю, как можно покупать туфли, если они вам молодые. Ну, они не совсем малые, они новые. Ну, я же вижу, что малые, не петли ваши. Ну, они были последние. Господи, о чем я говорю? Бестолковый человек, последние. Последние? Да. Но другие-то там были, были, другие. Ну, другие, у меня же другие, а это последние. Сегодня был прекрасный спектакль. Как вам эта роль? У вас есть что-то с ней общее, с этим героем? В общем, очень много, поэтому она мне дается с большим трудом. Еще не дается. Потому что у меня тоже патологическое отсутствие ритма и крайне-крайне слабый слух. Музыкально не знаю, есть ли или нет. Чувства ритма нет, и поэтому тяжело танцевать. И поэтому я чувствую себя виноватым, когда я работаю в этой роли. Очень тяжело, но приятно. Раз, два, три, четыре. 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 Два, три, все. Все, я устал, перерыв. Как это? Только пришли, тут же устали. Малыш, ну могла я устать. Вновь оснеженные колонны Елагин мост и два огня И голос женщины влюбленной И хруст песка, и храп коня Две тени слитых в поцелуи Летят у полости саней Но не таясь и не ревнуя Я с этой новой спленной С ней, да, есть печальный узлада В том, что любовь пройдет, как снег Но разве, разве клясться надо Стариной верности навек? Нет, я не первую ласкаю И в строгой четкости моей Уже в покорность не играю И царств не требую ей Нет, с постоянством геометра Я числю каждый раз без слов Мосты, часов, грязкость ветра Безлюбность низких островов Я чту обряд легко заправить Медвежью полость на лету И огне в тонкой стан лукавить И мчаться в снег и в темноту Блок – это мой любимый поэт И я начал вечер со стихотворения Никогда не забуду, он был и не был вечером В ресторане называется И с этим стихотворением я поступал В театральный институт Это был 65-й год И тогда Блок был Не то, что был запрещен Он был практически неизвестен Его не изучали в школах И я помню, я даже в театральном Ленинградском институте Произвел с самим выбором Впечатления И потом И очень всем понравилось Педагогам Величайшим мастерам театра Я даже Называть могу их имена Это Товстонога Вивьен Макарьев Зон Которые меня просили на втором туре Это читать Вот так вот это И это мой любимый поэт Как вы уже догадались И я всегда рад делиться Этими прекрасными Невидаемыми стихами Вот так вот все Я люблю любимый поэт И рад делиться со всеми этим В моей душе Лежит сокровище И ключ Поручил только мне Ты права Пьяное человече Я знаю Истина Виня Однажды Гоголь Переоделся к Пушкину И сверху Он цепил еще Львинную шкуру И поехал в маскарад А Достоевский Царство ему небесное Увидел ее И говорит Спорим Лев Толстой Спорим Лев Толстой Пушкина Глава первая Их жить торопится И чувствовать спешит Мой дядя Самых честных брат Когда ни в шутку за не мог Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог Его пример другим наука Но, Боже мой Какая скука С больным сидеть И ночь Не отходя ни шагу прочь Пушкин в Иерусалиме Это как экзотика Или он очень гармонично Сюда вписывается? Пушкин, я думаю, везде Вписывается гармонично Потому что я Чему поразилась Мы когда приехали И у нас были соседи Там мы снимали квартиру И такой мальчик Кучерявенький Кучерявенький Вот такой И вдруг его папа Религиозный такой Он говорит За Пушкин То есть Пушкина знают Конечно, во всем мире И поэтому Да, ну он даже переведен На иврит Бялик переводил Я знаю Но в оригинале Это лучше всего Это, да Пушкин всегда хорошо Поэту много людей Был полный зал Поверите ли, говорит Александр Сергеевич Вот куска сахара В доме нет Да, ничего Гоголь приходил И все сделал Гоголь ему ничего не сказал А Альтер Мальчик А Альтер Мальчик Ребит собак Еще любил Наталью Николаевну Пушкин Ой Больше всего Он любил Самого Пушкина Читал его стихи И всегда Поплачет Поплачет Потом Вытащит Сам И давай Рубить ну что любимая собачка, не попадайся так десять штук изрубил с вашего позволения мы начнем прием посетителей итак, кто у нас первый по списку? Леонардо Декан о, прошу вас, прошу вас Здравствуйте, дорогой если не ошибаюсь, вы руководитель драматической трубы совершенно верно, да какого рода просьба у вас ко мне? постарайтесь говорить кратко, я не располагаю времени к примеру несчастье случилось внезапно пожар в наш театр здания, в котором мы играли скорей примите мои глубочайшие соболезни блогируйся, Сфина иди 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 как а 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 Новый спектакль. Вот в театре Тарантас мы начали сотрудничать с этим театром. Это первый наш спектакль с ними. Мы очень довольны, очень приятная атмосфера. В этом театре он легко создавался, репетиции проходили с удовольствием, я надеюсь, да. И как-то так и хотелось бы, чтобы он игрался. Результат был замечательный, мы получили большое удовольствие. Да, ведь мы тоже. Это самое главное, чтобы артисты тоже получали удовольствие. Я изображу тетю Магину. О, как меня? Источка изображу. Борталаннео, приехала твоя любимая тетя Матильда. Тетя Матильда. Тетя Матильда. Тетя Матильда, я ждал вас, чтобы умереть. Теперь ты можешь. Это совершенно спокойно сделать. Я не мог умереть без вас, тетя Матильда. Вы что, с тебя? Разве ты к нему не приехала? Я люблю вас. Ах, это тетя Матильда. Ах, это тетя Матильда. Ах, это тетя Матильда. Как мне любить такую тетю, которая с тобой была безъясна? Я из Украины, из Киева. Мне 35 лет. Живу я в Берши. У меня семья, двое детей, две дочки. Я преподаю уже в консерватории, в школе. Общаюсь на иврите, стараюсь. Занимаюсь тем, чем меня учили. Занимаюсь тем, что мне очень нравится. Непосредственно музыка, искусство. Сегодня вы играли в театре. Это для вас привычная роль? В театре играть? В театре играл первый раз. В роли музыканта. Именно сопровождал, аккомпанировал первый раз. Ну, как вам? Очень интересно, очень душевно. Очень приятно находиться было в этом зале, в этом театре. И видеть профессиональную игру настоящих актеров. Спасибо. 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 Спасибо.